Худи, вечерные платья и свитшоты. Мирненский дизайнер в своих работах использует якутские национальные мотивы. Вот так вот интересно. Лев Колесов автор сотни работ, а его заказчики первые лица Якутии, между прочим, модницы со всех уголков республики. А все начиналось с чего? Как и у всех, с детской мечты. Лев Иванович, здравствуйте, очень рады вас видеть. Доброе утро. Лев Иванович, конечно же, как уважающий себя модельер, пришел со своими изделиями, своими работами, которые вы нам чуть позже покажете. С пустыми руками. Да, да. Но вот хотела спросить, мы сейчас в сюжете посмотрели, что у вас есть собственный бренд. Насколько я знаю, называется он Ики. В переводе на якутский язык это два. То есть два пара, два человека. Мы этот бренд основали с моей воспитанницей. Она закончила, ну не закончила, а она занималась в свое время в моем театре моды. То есть со школьных лет, так сказать, я воспитал, как потом уже выяснилось себе, и помощника, напарницу, партнера, единомышленника. И у нас, ну так как я преподавал, видимо, она все-таки обучилась, впитала мой вкус, мое видение. Поэтому у нас вот с точки зрения придумывания каких-то новых форм, силуэтов, украшений, всего, то есть у нас все как вот идеально. Идеальная команда. Как зовут вашу напарницу? Напарницу зовут Надежда Егорова. Вот бренд, да, вот бренд Ики, я вот всем рассказываю, что у нас есть высокая миссия. То есть преподнести якутскую моду, якутскую национальную одежду в новом видении, то есть стилизация полностью идет, чтобы охватить больше населения. Потому что якутская одежда, это же не только для якутов, да, это, ну, мы просто приспосабливаем якутскую культуру к современной одежде. Вот как раз хотела спросить, якутская одежда, да, как говорите, это не только холода и сегодня, и строгие национальные, да, какие-то вещи, но и, как сказать, вот она чем-то востребована сейчас? Есть ли у нее возможность выйти в массы? Так как эксклюзивная одежда, объем небольшой, то есть всю размерную линейку, то есть градацию мы не выпускаем, а штучные, то есть вещи мы выпускаем. И приспосабливаем, вот повторюсь, к современной моде именно якутскую культуру приспосабливаем. То есть, казалось бы, да, то есть, ну, широко известная вот форма, там, свитшоты, худи, да, которые вот мы все любим в повседневной одежде, но мы сюда, то есть добавляем именно ноту якутского творчества, да, то есть якутскую идентичность добавляем. Это же не только, то есть якутская мода в широком понимании, да, все, то есть у всех сразу ассоциации появляются именно с холодаем, там, с жилетом, с якутским украшением, там, с шубой, да, но это же только часть гардероба, да, то есть якутская одежда, она вообще изначально это, ну, понятно, что климатические условия, все это придерживается, да, но это информация идет, информация о носителе, то есть каждый элемент, каждый орнамент, каждый узор, каждая крапинка, то есть деталь, она первоначально носила именно информационный характер, потому что якуты, народ, нация скромная, да, то есть открыто, то есть в диалог никогда не вступали. А так, вроде, в качестве намека показывают, да, вот у меня здесь так, так, так. Скажите, то есть эти изделия, они обязательно представители САХА могут носить, но и вообще абсолютно любой... Конечно, конечно, любой ценитель ручного труда, любой ценитель эксклюзивности, он может легко приобрести наши вещи. То, что вы сегодня к нам принесли, это тоже часть бренда вашего? Это часть бренда, это... Есть уже какая-то коллекция или... Это вот из последней коллекции, у нас продажа еще не стартовала, и вот сегодня, ну, так скажем, презентация. То есть форма обычная, да, то есть это... Это получается, как называется правильно? Это свитшот, свитшот, обыкновенный свитшот, то есть с укороченными рукавами, но тут вот идет, то есть бахрома, а вот это вот передняя вот отделка, да, вот эта вот вышивка бисером, стеклярусом, вот эта бахрома, это вот идет все вот наше творчество, все, как я люблю. А второе изделие, это... А второе изделие, ну, это больше для молодежи, так скажем, да, а это... Более официальное. Более официальное, то есть для деловой женщины, так скажем. Вот смотрю, уже здесь мех появился. Укороченный закет, то есть здесь это вот мех норка, то есть вот эти вот все элементы, они сначала собираются вручную, ну, а потом, конечно, для закрепления, для укрепления дублируются на машинке, и все это вот, то есть вышивка бисером. Они такие мелкие, вы используете какие-нибудь увеличительные приборы, чтобы это собирать? Ну, нет, мне только 40 лет, поэтому пока справляюсь, да. Лев Иванович, расскажите, как так получилось, что вы самому Илдархану сшили костюм? Ну, этому событию есть предыстория. Весной этого года я участвовал в республиканском фестивале, который проходит ежегодно. Организатором является Центр народных промыслов семях в городе Якутске, где, то есть весной, в марте месяце, собираются все мастера приходного творчества и искусства Якутии. Там не только, то есть там представлены все виды и все направления работы, то есть это работа по дереву, одежда, там отдельно вышивка бисером, там вышивка нитками, там глиняные сосуды, изделия. И в своей номинации я занял третье место почетное. И после этого, то есть организаторы этого фестиваля, галерея семья, вышли на меня, ну, сказали, что поступил запрос для изготовления одежды для первых лиц на главный национальный праздник. Вот так получается, хоть и третье место заняли, а все равно победитель-то вы. У нас как-то почетно для Илдархана такой костюм сделать для него, для его супруги. Ну, лично я воспринимаю это как честь и привилегия, потому что, ну, каждый мастер, он все равно гордится своими работами, своими клиентами, да, и шить для первых лиц республики, то есть это широко, то есть на всю республику. Ну, звучит мое имя, ну, это, ну, этим фактом я горжусь. А дома, кстати, кто, вы или супруга штопает носочки, если нужно будет? Я. Ну, я это, естественно. Штопаю носочки, ремонтирую эти мягкие игрушки с оторванными руками, ушками. Ну что, у нас в гостях сегодня был Лев Иванович Колесов. Мы поговорили о мирнинском бренде ИКИ. Скоро все его увидят. О сотрудничестве с Иударханом, о том, как ему шили костюм, как эта история произошла. И вообще о том, насколько важно шить дома. Шить дома и мечтать, мечтать и покорять вершины, так скажем. Спасибо большое, Лев Иванович. Мы вам всем, дорогие зрители, желаем мечтать и покорять самые невероятные мечты. Неважно, с иголкой или с чем-то другим в руках. Да. Так бывает, программа шла-шла и подошла к концу. Но ничего страшного, завтра в четверг вы снова сможете проснуться с нами. Включайте утренний эфир на телевизоре, в Ютубе и в приложении «Алмазный край» видите на любой вкус и цвет. И чаще улыбайтесь, вам идет, мы все видим. С вами были Кристина Коширина и Ксения Исламова. До встречи. Пока.